Новошахтинск отмечает Великий День, День Победы. Многочисленная колонна горожан выстраивается на проспекте Ленина. Здесь много молодежи. Что сегодня за праздник? День Победы. Над кем? Над фашистами. Это праздник, когда мы, русские, победили немцев. С 1941 по 1945 года. Война – это очень страшно. Это гибли люди, это был нанесен очень сильный ущерб для страны. Великая Отечественная война и Ленинградская блокада тогда была. Что в эти времена было очень сложно всем людям. У меня бабушка воевала. Она рассказывала очень много, что было сложно, как они помогали детям, как они их прятали. День Победы – это всероссийский праздник, который празднуют не только в нашей стране, а в других странах. Это День Победы со слезами на глазах. Это память о наших прадедах, прабабушках. Которые воевали. Да, очень волнительный такой день, когда ты вспоминаешь о них. Ну, молодежи я, конечно, пожелаю всем действительно поучаствовать, как сказать, принять участие в этом параде. Потому что это, я считаю, лично для меня это великая радость, поучаствовать в этом параде. Потому что я считаю честью пронести знамя, допустим, за которое воевал мой прадед. В этом году в рядах Бессмертного полка еще больше портретов наших земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Это портрет моего дедушки. Он прошел войну от начала до конца. Был на Красной площади во время парада. После войны три года прожил и умер от ранений. Участвовал в Сталинградской битве. Вообще орденоносец. Три ордена у него. Вот так. Хочу воспользоваться моментом, поздравить всех горожан с этим праздником. Не было бы этой победы, неизвестно, как бы мы жили. Низкий поклон всем ветеранам. Это прадедушка мой. Что вы о нем знаете? Ну, то, что это как... Он был старший лейтенант, то, что командовал пулеметным взводом. Ну, вот. Прошел все войну? Живой был? Да. Ну, вот он, да. 1984 года жил. Это мой папа. Погиб он в Запорожье. Село Чапаевка. Вот. Ну, что... Ну, что... Что... Писал письма он, что враг будет побежден. Победа будет за нами. Все будет хорошо. Нас успокаивал. Я там маленькая была. Я 42-го года была. А он в 43-м году погиб. В 42-м пошел. А в 43-м году погиб. В октябре месяце. Ну, здесь я держу портрет двоюродного дедушки. А это портрет родной дяди моей жены. Из рассказов я практически не знаю. Потому что эти фотографии, они просто в семейном архиве отыскали. А вообще, очень трепетное отношение и к ветеранам, и вообще... Ко всем вот этим вот... Ко всей вот этой акции «Бессмертный полк». Очень трогательно, очень, как говорится, патриотично. И, что самое главное, очень организованно все это делается. И очень приятно все это видеть, осознавать и понимать. Это мой дед. Он на танке, доехал до Берлина, он воевал. После войны был глава с китайцем на границе и провел еще 4 года в Германии. А в 49-м только приехал домой. В Дню Победы в Новошахтинске осталось 37 участников войны. В колонии все меньше и меньше ветеранов. Силы покидают героев, не жалевших себя в сражениях с врагом. Сколько раз я живой оставался, вот, все помню до обмечающих подробностей. Вот самое первое, что мамочка меня разбудила, нас завалило снегом, вот, мокрых. И мы замерзли бы все, мамочка меня разбудила, вот, во сне. Это спасло меня и 29 человек вместе со мной. Вот, второй под Белградом, снаряд или подо мной, или рядом разорвался. Вот, я там провалялся, это, наверное, метров за 10 от этого, от разрыва, чуть не сутки. Вот, и вот там, когда пришел в штаб, начальник оперативного отдела штаба сказал, «Ты что, говорит, живой?» Я говорю, живой, только голова большая, вот. А он, говорит, мне позвонили с переднего края, тебе разрывом, разорвал от снарядом. А я стою, говорю, а-а-а, вот где красное пламя-то видел. А он, говорит, красное пламя видел и живой остался. Это, говорит, один из тысячи ты, сто лет, говорит, будешь жить. Живу, вот уже 93, 94-й пошел. Вот, слова его меня всегда вдохновляют. Я в больницу не хожу, вот, нужды нету, живу здоровой жизнью. Вот, ваши чувства какие были, когда вы вам сказали, что война закончилась? Вот, интересное. Мы это вечером легли спать, вот, один из нас дежурит, вот, дневальном. А он решил над нами посмеяться, вот. Уже это, утром он услышал по радио, что война закончилась. Ага, вот. Ну и утром мы спали все, заходит в комнату и кричит, вот. Подъем, боевая тревога. Мы, как были раздевши, подхватали автоматы на улицу, выбежали, смотрим, что где. А он стоит на крыльце, вот так вот, руки. Ха-ха-ха! О, я вам, говорит, нагнал холоду. Говорит, братцы, война кончилась. Так мы там прыгали. Ха-ха-ха-ха, кто живые остались. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 На лею славы выходят знаменосцы. В этом году мемориал пережил большую реконструкцию. Работа по художественному оформлению вечного огня, стелы и стены братской могилы закончились буквально перед днем победы. Многие впервые видят это священное для города место в таком прекрасном виде. Начинается торжественный митинг. Музыка 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Более 26 миллионов погибших. Из них более 8 миллионов человек, павшие на полях сражений. Остальные мирные жители, замученные в концлагерях, умершие от голода и нечеловеческих испытаний. 3765 новошахтинцев погибли на фронте в боях с фашистами. Более 5000 мирных жителей города были замучены и расстреляны фашистами за 7 месяцев оккупации. Забывать об этой исторической правде мы не должны и не имеем права. День Победы это священный праздник, в котором слились воедино и радость, и боль. Это праздник, за который наш народ заплатил очень высокую цену. От того радость переплетается с горечью и слезами. Сегодня в колонии Бессмертного полка вместе с нами шли герои Великой Отечественной войны. Шли воины-победители. Они подарили нам этот праздник, День Победы. Вечная им слава и вечная память. Пусть над нашей Россией всегда будет мирное небо. Пусть растут в мире и счастье наши дети. Пусть ликующий Победный май всегда будет в наших сердцах. Дорогие ветераны, уважаемые жители города Новошахтинска. Поздравляю вас с праздником. От всей души желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. С Днем Победы! Наша страна приняла на себя самые жестокие удары врага. Сюда были стянуты отборные группировки нацистов. Сосредоточена вся их военная мощь. Здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники, решающие битвы Второй мировой войны. И закономерно, что именно Красная Армия в результате сокрушительного штурма Берлина поставила победную точку в войне с гитлеровской Германией. И наши ветераны Великой Отечественной, они должны знать, что мы высоко чтим их стойкость, мужество, верность фронтовому братству. Дорогие друзья, Новошахтинск война не обошла стороной. Все мы знаем цифры потери и разрушений, но цифрами не измерить всю тяжесть освобождения и восстановления города. Особенно приятно, что именно из Новошахтинска командование Южного фронта под руководством генерала Толбухина завершило освобождение Ростовской области. Великая победа навсегда останется героической вершиной истории нашей страны. Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за эту победу. С праздником! С Днем Победы! Очень жаль, что многие ветераны не дожили до сегодняшнего дня. Очень жаль, что нет их с нами. Но присутствующие здесь помнят лихую годину тех времен Великой Отечественной. Мы горды тем, что живем в эпоху вместе с ними. И видим, как тяжело, как больно принимают они какие-то неудачи, какие-то потери. Но их мужество, их сила духа – явный пример для нынешних поколений и будущих. От имени депутатов Городской Думы примите сердечное поздравление с праздником Победы. От всей души желаю ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, жителям нашего города, здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, созидания. С праздником всех! Вся страна стала единым фронтом в борьбе с фашизмом. Была проведена мобилизация, был налажен выпуск военной, вооружения, военной техники. Вся страна жила по принципу «вся для фронта, все для победы». В тяжелых боях в 1943-1944-1945 годах наша страна освободила нашу страну и принесла мир в Европу, разгромила в логове фашизм и искоренила эту беду навсегда. Это явилось превосходством нашего военного искусства, крепкости духа нашего солдата и превосходством нашего оружия, техники перед фашизмом. Тяжелая досталась нам эта победа. Многие полегли. Нет такой советской семьи, которая не почувствовала горе и шутерат. Вечная память погибшим и слава живым ветеранам. Хочу поздравить всех жителей Новошахтинска с этой победой, пожелать им здоровья, счастья, успехов и всего самого-самого хорошего, чистого неба и мира. От всего сердца, от всей души, от имени правящего владыки Симона, епископа Шахтинского и Милеровского, от лица духовенства, богоспасаемого градонного Шахтинска, низко кланяюсь ветеранам и благодарю вас за мирное небо над нашей головой и смею заверить, что мы не только в наших храмах, но и в наших делах будем стараться прославлять ваш великий подвиг и быть достойными вашими потомками. Помним, как досталась нам победа. Ветераны наши, слава вам! В память обо всех умерших от ран, не доживших до этого светлого дня, объявляется минута молчания. Субтитры создавал DimaTorzok Возлагают цветы ветераны Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эта старушка долго ищет фамилию своего отца, находит на седьмой плите, старается запомнить ее номер и уходит счастливая, навестила отца в День Победы. Городской парк – любимое место новошахтницы. По традиции в День Победы после митинга здесь собираются целыми семьями и даже коллективами, чтобы вот так, под ярким весенним солнцем, отведать солдатской каши и обязательно поздравить друг друга с победой. Несмотря на то, что с мая 45-го прошло 73 года, мы хорошо знаем, кому обязаны за это голубое мирное небо. И вновь на летней концертной площадке Ростовский академический симфонический оркестр имени Еждика звучат песни о войне и о любимой России. Одел по работе с молодежью объявил конкурс для автомобилистов «Спасибо деду за победу». Колонна участников конкурса совершила автопробег по дорогам Новошахтинска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok